22-24 марта 2018 года в столице Индонезии, Джакарте, прошла выставка Railway Tech Indonesia – самое значительное мероприятие для регионального рынка рельсового транспорта этой страны, посвященное инновациям в области систем транспорта, связи, сигнализации, менеджмента, моделей финансирования инфраструктурных проектов и многому другому. Индонезия относится к категории наиболее перспективных в экономическом плане развивающихся стран, так называемой «Группе 11». Так как это островное государство, то отсутствие портов и аэродромов в некоторых провинциях страны привело к экономическому застою и неравномерному развитию регионов Индонезии. Компания-разработчик ведет свою игру на рынке транспорта этой интенсивно развивающейся страны уже более года. Был подписан меморандум о взаимопонимании с университетом Индонезии и одним из городов-участников государственной программы Golden Village, городом Дасун округ Рембанк. Компания обзавелась рядом партнеров из индонезийского строительного бизнеса, поддержка которых понадобится на этапе возведения струнной инфраструктуры. В настоящее время проектная организация Skyway готовит технико-экономическое обоснование для терминалов о доме спортов Индонезии. Общее же количество проектов, по которым ведется работа в регионе, свыше десяти. Что же касается более детальной информации об успехах, то здесь мы не говорим большего до поры до времени. Из заботы об интересах инвесторов и… Мы над первым адресным проектом будем давать информацию тогда, когда будут подписаны контракты, договоры, когда уже ничего изменить никто не сможет. Сама же выставка – мероприятие открытое. На ней нас представляла Мадина Тул Фадхила, региональный директор Skyway Technologies Indonesia, поведавшая гостям форума об основных характеристиках и преимуществах технологии Skyway для своей страны, а также о возможностях применения инновационной транспортной системы. Мы представляем здесь новые возможности для транспортной отрасли в виде интеграционной транспортной системы. Мы предлагаем здесь технологию Skyway. Мы не являемся конкурентами для кого-нибудь, так как в сфере транспортных услуг, особенно здесь в Индонезии, важен принцип интеграции. И такая интеграция всех видов транспорта в Индонезии вполне возможна. Как вы видите, обычно новые технологии являются разрушительными. Они направлены на уничтожение всего предыдущего, независимо от обстоятельств. Наш инновационный транспорт ориентируется на сотрудничество, а не на конкуренцию. Мы способны дополнять друг друга. Мы можем предоставить эту новую транспортную систему для всей Индонезии. Например, в Джакарте мы можем внедрить новый городской вид транспорта. Если мы найдем взаимопонимание с другими видами транспорта, не создавая для них конкуренции. Посредством такого взаимодействия с другими транспортными системами мы сможем сделать наш город более интегрированным. Несмотря на то, что Индонезия растет как бамбук, уровень жизни населения в ней остается довольно низким. Поэтому дорогие транспортные технологии, предлагаемые европейскими производителями, здесь востребованными быть не могут. Они будут убыточными и смогут существовать лишь на государственной дотации. Это подтвердила выставка, самый большой интерес которой проявили представители компаний-поставщиков, традиционно самых доступных на рынке решений, из Китая. Однако, даже в сравнении с китайскими технологиями, уровень инженерной проработки и оптимизации Skyway позволяет конкурировать, что и продемонстрировал стенд нашей компании, ставший одним из центров притяжения выставки. Помимо самой технологии, он демонстрировал возможности гибкой интеграции струнных транспортных комплексов в городскую и портовую инфраструктуру Индонезии. Мы сегодня беседуем с одним из ключевых сотрудников нашей компании, с аналитиком отдела адресных проектов Мариной Монченко, которая работала на стенде закрытого вакцинированного общества струнной технологии. Марина, добрый день. Здравствуйте. Расскажите для начала несколько слов об этой выставке. На чем она в частности специализируется? Специализация выставки – это рельсовый транспорт в Индонезии, в регионе Юго-Восточной Азии. Для посетителей, для обычных людей, конечно, больше интерес представлял наш пассажирский транспорт. Для представителей бизнеса все-таки это грузоперевозки, в особенности Юниконт. Очень большое количество вопросов было именно связано с Юниконтом и с перевозками контейнеров. Из ВИП-гостей наш стенд посетил вице-губернатор Джакарты и представители Министерства транспорта Индонезии. Они уже пришли как люди, знакомые с технологией, и речь шла о развитии. Как я догадываюсь, не случайно. Среди людей, которые работали на стенде, были и вы, как представители отдела адресных проектов. Как вы оцениваете предварительно, как я уже говорил, результаты участия в выставке в этом году? Итогами выставки стали новые контакты. В настоящий момент отдел внешних коммуникаций занимается проработкой и анализом новых контактов, которые мы получили на выставке. Наш же отдел продолжает работу по существующим проектам и по нескольким проектам, которые мы уже обсудили в ходе выставки. То есть мы уже имеем исходные данные и занимаемся предварительной проработкой. На этом открытая часть работы компании-разработчика в Индонезии заканчивается. Ибо, когда уже ничего изменить никто не сможет. Но всему свое время. Следите за новостями.